Заголовок, и я прошу всех слабонервных отойти. В Москве появился любопытный блогер. Что он делает? В чем суть его контента? Угроза, вот в чем его суть. Он обещает расправиться со всеми, кто не хочет лайкать и помогать его постам, комментировать не хочет. Дальше он находит этих людей, которые отказываются, приезжает к ним домой и устраивает расправу, портит двери, имущество, подъезды, угрожает. И самое интересное, что правоохранительные органы, управы на него найти не могут. И виновные до сих пор не наказаны. Родители виновных. Летние не несут ответственности за свои... Дверь квартиры в обычной столичной многоэтажке выглядит так, как будто здесь произошло убийство. Преступление действительно случилось, хоть и не такое тяжкое. Двери в краске, на стенах оскорбительной надписи. Лежал каприка, конечно, он не понимает, что произошло. Он не до конца осознал. Он меня целый год преследует, как и других людей. Он меня наехал, вымогал у меня группу ВКонтакте. Услуги у меня требовал всякие. Полгода где-то преследовал. Все вопросы воспитания, об этом немножко позже говорить. И когда я отказался, он начал угрожать, что придет и убьет меня. У Александра есть блог на Ютьюбе. Аноним потребовал от него лайков, комментариев, рекламы собственного видеоблога. Когда тот отказался, последовали угрозы. Все свои подвиги анонимный вандал выкладывает в сеть. С последним видео, та самая разукрашенная дверь Александра, похожая на место преступления. Но есть и другие ролики, довольно странного содержания. Она нас пытается, значит, натравить на прокуратуру, там, следователя, прокурора. Но натравить ты можешь только, значит, свой рот. Долго на это смотреть, конечно, невозможно. Перейдем сразу к заявлениям полицейских. Благостным заявлениям. Вот что нам сообщили в полиции. Сообщаем вам, что по данному факту в настоящее время проводится проверка в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Две недели проводится. Что там проводить? Процессуальное решение в установленные законом сроки. Пиздеж можно просто вырезать и вставлять после любого резонансного убийства, изнасилования, неважно. Просто стандартный пиздеж ментеныша. Извините меня, взяли мазки, взяли анализы, все сделали. И час 5 июля дата репортажа. И что-то мне подсказывает, что ничего не изменилось. Совершенно. Скорее всего, он работает не один. В его роликах появляется девушка. Я вас призываю. Приезжайте, переверните там все вверх дном. Но накажите! Накажите этих мразей! Это животные, которые недостойны жить. Они недостойны дышать. Они недостойны находиться на территории любой страны. Даже если это путинская помойка. Пострадавшие блоги расклоняются к тому, что вандал отчаянно пытается привлечь внимание. И пока за эти попытки максимальное наказание 3 года лишения свободы. Но кто знает, на что еще... Какое решение будет принято? Две недели прошло, корова! Представь, что твою душу изнасилуют! Ты будешь ждать несколько недель! Извините за истерику, ребят. Я просто очень хочу, чтобы этих мразей не стало. Вы понимаете меня? Я надеюсь, понимаете. Распространяйте, пожалуйста, этот материал. Удачи!